Сейчас утверждают окончательный план празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Культурные события 2015 года будут проходить под символом этой юбилейной даты. Парад и главный праздничный салют по традиции пройдут в Краевом центре. По мнению главы региона Владимира Миклушевского, празднования не меньшего масштаба должны быть в каждом городе и районе Приморья. Не надо делать только Владивосток. У нас есть торжественное в Владивостоке, кадетское училище в Владивостоке и парад Победы в Владивостоке. Посещение госпиталя ветеранов-воин в Владивостоке, адмиральский сквер с традиционной кашей. Это те традиции, которые мы точно менять не будем. Но у нас есть Уссуриск, Суворовское училище, оно в плане есть, находка, еще какие-то районы. Декада ежедневных мероприятий начнется с 25 апреля будущего года. В этот день Краевой совет ветеранов предложил провести большое торжественное собрание. Участникам войны будут вручены памятные подарки и юбилейные медали. Пригласить на это торжественное собрание все городские округа, на выступание образования, провести это торжественное собрание с нашими воинами и Владивостокского гарнизона, пограничниками, флотом, молодежными организациями, патриотическими клубами, провести его в театре опера и балета. Сейчас в Крае проводится работа по восстановлению и паспортизации памятников и мемориалов погибшим в годы Великой Отечественной войны. По словам организаторов проекта «Историческая память», добровольцы и общественные организации охотно откликаются на работу по реконструкции памятников. Тем временем не все власти на местах идут на контакт. Если честно, очень больно и обидно, что многие не понимают то, что мы делаем. Хотя многие главы поселения являются военными, приходилось в грубой форме кулаком по столу стучать. Просто говорят о том, что у нас нет денег, мы не хотим. К юбилейной дате готовятся поздравительные письма, открытки для ветеранов войны. Кроме того, в Приморье будет выпущен исторический альбом. На 240 страницах расскажут о героях Великой Отечественной войны, которые отправились на фронт из Приморья. Ольга Скрипникова и Платон Волков. Панорама.